Шалом! Мы продолжаем разговор об избранности. В двух первых программах на эту тему речь шла об избранности народа Израиля как целого. Об избранности отдельных евреев речи пока не было, за исключением працев, то есть Авраама, Ицхака и Иакова. И сегодня мы продолжим разговор о корпоративном так называемом избрании, то есть коллективном Израиле, потому что прежде чем перейти к избранности отдельных людей, нам нужно поговорить об Израиле внутри Израиля. Что это такое, сейчас увидим, но вначале немного предыстории. Избрав Авраама, Господь дает ему несколько обещаний. Землю, благословение и последнее, как говорится, по порядку, но не по значению, обетование, то есть обещание о потомстве. Причем потомство ему обещано многочисленное, как звезды и как песок. Ну, несколько поколений спустя, как мы с вами знаем, клан Иакова спускается в Египет и там разрастается до народа. И далее исход. И затем на горе Синай Господь подтверждает этому народу свой завет, заключенный с прадцами ранее, дает Тору и говорит, хоть вы и малочисленные, ну, своими словами, мой парафраз, хоть вы и малочисленные и упрямые, но деваться мне некто, я своему другу Аврааму уже дал клятву, так что будете моим народом. Значит, когда народ все это дело слышит, он берет под козырек и обещает все, что не скажет Господь, сделаем и будем послушны. На асе венишма. Начало прекрасное. Однако дальше продолжение не столь прекрасное, как мы с вами знаем, потому что получить Тору и жить по Торе, это оказывается совсем не одно и то же. Слушаться глаза Господа и жить по его заповедям, выясняется, что это не так уж и легко. И также выясняется, что вот при всем при этом Господь-то со своей стороны настроен крайне серьезно в отношении того, как мы соблюдаем его заповеди. То есть, другими словами, за непослушание он готов карать. Как, собственно, и предупреждал. То есть, к нему без претензий, пожалуйста. Ну, конечно же, его кара помогает нам прийти в чувства и начать все сначала, взяться за ум, так сказать. Но опыт показывает, опять-таки, что это намерение улетучивается довольно быстро. Все возвращается на круги своя. И следующая кара Господня не за горами. Ну, точнее, тут не круги, на которые все возвращается, а вот наклонная плоскость такая. То есть, конечно, она не совсем ровная. Она с бугорками, с лежачими полицейскими, на которых мы так раз подскакиваем вверх, как бы к нему подскакиваем, но подскакиваем ненадолго. И усредненная траектория, она идет не по прямой, она идет вниз, по наклонной. Причем, чем дальше вниз, тем круче. Так что, к 6-му приблизительно веку до нашей эры, от 12 колен израилевых, которые вышли из Египта, остается, условно говоря, всего два. Иуда и Бениамин. Или Вениамин, если вы привыкли к синодальным произношениям еврейских имен. Да и те вскоре будут изгнаны в Вавилон. А первый храм, построенный еще царем Соломоном, будет разрушен. И вот разрушение храма и изгнание в Вавилон, это уже не очередной лежачий полицейский для очередной встряски. Это национальная трагедия неслыханного доселе масштаба. Потому что читаешь плач Еремии, и волосы дымом встают. Полная разруха, и голод такой, что матери едят собственных детей. По сравнению с этим, железная печь египетского рабства – это просто рай. Ведь египтяне хоть кормили сносно, и рыбу давали даром, также в меню были огурцы и дыни, и лук, и чеснок. В общем, было там совсем не так плохо по сравнению с тем, что происходит на этом этапе жизни народа. И вот в этой новой ситуации народ Израиля начинает задавать новые вопросы. Вопросы очень тяжелые. Не просто об улучшении ситуации и избавлении, а о выживании. Соответственно, появляются новые понятия и идеи о Боге и о его взаимоотношениях с народом Израиля. Где появляются? Они появляются у пророков того периода, у Исаии, Иеремии, Иезекииля. И вот одно из таких новых понятий – это остаток Израиля. Вот как о нем говорит пророк Иезекииль. «Был ко мне слово Господне, сын человеческий. Обрати лицо твое к горам Израилевым и прореки на них, и скажи. Горы Израилевы, слушайте слово Господа Бога. Так говорит Господь Бог горам и холмам, долинам и лощинам. Вот я наведу на вас меч и разрушу высоты ваши, и жертвенники ваши будут опустошены, столбы ваши в честь солнца будут разбиты, и поверну убитых ваших перед идолами вашими, и положу трупы сынов Израилевых перед идолами их, и рассыплю кости ваши вокруг жертвенников ваших. Во всех местах вашего жительства города будут опустошены, и высоты разрушены для того, чтобы опустошены и разрушены были жертвенники ваши, чтобы сокрушены и уничтожены были идолы ваши, и разбиты солнечные столбы ваши, и изгладились произведения ваши, и будут падать среди вас убитые. И узнаете, что я Господь, но я сберегу остаток. Так что будут у вас среди народов уцелевшие от меча, когда вы будете рассеяны по землям. И вспомнят о мне уцелевшие ваши среди народов, куда будут отведены в плен, когда я приведу в сокрушение блудное сердце их, отпавшее от меня, и глаза их, блудившие вслед идолов. И они к самим себе почувствуют отвращение за то зло, которое они делали во всех мерзостях своих, и узнают, что я Господь. Не напрасно говорил я, что наведу на них такое бедствие. Господь объявляет здесь своему избранному народу суд. Говорит, я наведу на вас меч. За что? За идолопоклонство. Повергну убитых ваших перед идолами вашими. Здесь очень горький сарказм. Не они сами будут продолжать повергать себя на землю перед идолами, то есть поклоняться им, а я повергну их, да так, чтобы больше не встанут. Докланяются другими словами. Идолы получат свои жертвоприношения. Говорит, положу трупы сынов Израилевых перед идолами их. И так Господь покарает идолопоклонников. Однако, означает ли это тотальное уничтожение всего народа? К счастью, нет. Я сберегу остаток, но, говорит, я сберегу остаток, так что будут у вас среди народов уцелевшие от меча, когда вы будете рассеяны по землю. То есть Господь говорит, что он не допустит полного уничтожения. Погибнут многие, но не все. Будут уцелевшие. Что же это за люди, которые уцелеют? Почему они не погибнут? Может быть, они праведники по образу и подобию праведного Ноя, который один со всей своей семьей уцелел во время потопа? Не совсем так. И вспомнят о мне, я цитирую несколько стихов из того отрывка, который я сейчас только что прочитал. И вспомнят о мне уцелевшие ваши среди народов, куда будут отведены в плен, когда я приведу в сокрушение блудное сердце их, отпавшее от меня, и глаза их, блудившие вслед идолов. И они к самим себе почувствуют отвращение за то зло, какое они делали во всех мерзостях своих. Их поведение, возможно, как мы видим из этих слов, не отличается от поведения всех остальных, то есть тех, кто был убит. Однако в определенный момент эти люди осознают, как их поведение выглядит перед Богом. Они забыли Бога, как и все прочие израильтяне. Но в какой-то момент они вспомнят о мне, говорит Господь, и устыдятся своих грехов. Почему же это с ними произойдет? Потому что, говорит Господь, я приведу в сокрушение блудное сердце их, отпавшее от меня, и глаза их, блудившие вслед идолов. То есть это сокрушение о своих грехах, я подчеркиваю, не о том, как нам, несчастным и невинным жертвам, плохо, а о том, что мы такие сики натворили. Вот это сокрушение переживет не весь народ. А лишь часть его, которую сам Господь сохранит, и который он же сам пошлет это сокрушением. Другими словами, если бы он этого не сделал, то и эта часть погибла бы в полном неведении о всей мерзости своего поведения. И об этом остатке говорит, причем даже сильнее, Езетиля, пророк Исаия. Первое его высказывание звучит так. Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же, что Содом, уподобились бы Гаморе. То есть если бы не Господь, то мы были бы настолько же омерзительны. И вот эти слова Исаия и Езекииля об остатке Израиля означают, что сам по себе народ Израиля ничем не более морален, чем язычники. Что чудеса Исхода, дарование Тора, многочисленные другие чудеса, наличие храма и даже присутствие Бога в этом храме совершенно не изменили человеческую природу всех тех, кому было дано соприкасаться со всем этим. И вот на этой мысли стоит задержаться, на мой взгляд, потому что она очень важна. Ведь нам так легко впасть в обольщение, думая, что поскольку среди нас есть присутствие Божье или Его Слово в форме Писания, проповеди, учения, и среди нас есть дары Его Духа, чудеса, рост общины, впечатляющие богослужения, грандиозные проекты, да мало ли что еще. Что по всем этим причинам мы сами теперь сделаны из другого теста. Что все это каким-то непонятным образом повлияло на нас так, что у нас теперь есть иммунитет от греха. Что все это однозначно указывает на нашу личную святость. То есть, что мы можем над своими ликами разглядеть такой нимб. Если, конечно, хорошенечко присмотримся. В традиционных еврейских молитвах мы благословляем Господа, Бога нашего, Царя Вселенной, за то, что Он осветил нас. Но что это значит? Мы говорим в молитве «осветил нас заповедями своими», имея в виду заповеди Торы. «Осветил» — это значит «выделил из общей массы». Чем? Только тем, что дал нам Тору. И это крайне важно помнить, что дать Тору — это одно. А вот дать сердце, способное эту Тору соблюдать, прийти к образу жизни, в котором мы действительно соблюдаем ее, причем так, как это угодно Господу и задумано им, вот это совсем другое. И вот принять первое за второе — это самообольщение, которое может стоить нам очень дорого. На самом деле, без прямого суверенного вмешательства Божьего народ Израиля не просто уподобляется Содому и Гаморе, а становится со временем даже хуже их. Говоря о беззакониях Содома, которые Господь называет «сестрой Иудеи», он сравнивает состояние Иудеи и Содома таким образом. «Живу я», — говорит Господь Бог, «Содома, сестра твоя, не делала того сама ее дочери, что делала ты и дочери твои». Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочерей ее, в гордости, пресыщении и праздности. И она руки бедного и нищего не поддерживала. И возгордились они и делали мерзости перед лицом моим. И, увидев это, я отверг их. «И Самария половина грехов твоих не нагрешила, ты превзошла их мерзостями твоими», — говорит Господь Иудея. «И через твои мерзости, которые делала ты, сестры твои оказались правее тебя». Комментарий тут, как говорится, излишний. Итак, остаток Израиля — это те израильтяне, которых Господь сохранит от самых страшных своих наказаний, потому что им он даст раскаяние в грехах, сокрушение сердца, обрезание сердца, называть это можно как угодно. Так что они действительно будут уповать на него и будут не только называться его народом, но и реально жить, как его собственный народ. В стихе Исаии, который мы уже процитировали, этот остаток назван небольшим. И эта мысль у Исаии повторяется, причем он подчеркивает ее, можно сказать, совершенно безжалостно. Послушайте. «И будет в тот день остаток Израиля и спасшиеся из дома Якова не будут более полагаться на того, кто поразил их, но возложат упование на Господа, святого Израилева, чистосердечно. Остаток обратится, остаток Якова к Богу сильному. Ибо, вот оно, хотя бы народа у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток его обратится». Я сказал безжалостно, по той причине, что данное Господом обетование, еврейским праотцам данное обетование, было как раз-таки о потомстве многочисленном, как песок морской. Но Исаии говорит, что даже если евреев будет на планете столько, сколько песку, в еврейского Бога будут верить не все, а только остаток. Вот что такое Израиль внутри Израиля. Но какое отношение остаток имеет к избранности? Замечательный вопрос и очень важный. И вот мы и обсудим на следующей неделе. Спасибо. Шалом. Субтитры сделал DimaTorzok